Мне хотелось, чтобы было попросторнее. У нас здесь нет студии. Хотелось бы, чтобы была студия. И отдельный кабинет для музыки, чего бы хватало для полного обучения. Учимся в столовой. Вот пока что физкультуры у нас нет. Мало места, где бегать. Так, четверг. Здание будущей школы находится сейчас в ужасном состоянии. Восстановить это все, привести в благой вид, в состояние, при котором ребята могли бы учиться здесь. Желающих учиться у нас сейчас выросли в такие размеры, что мы не можем принять многих детей, поскольку 12 человек – это самое большое количество, которое может сидеть в классе из-за недостатка площади. Мы занимаемся именно образованием, а не образовательными услугами. В этом здании предусмотрено все необходимое для функционирования 11 классов гимназии. Своих детей бы я с радостью отдал бы в эту школу. Дорогие друзья, наша общая задача является возрождение духовно-нравственного воспитания и образования в России. Ахминь! Дорогие друзья, меня зовут Александр Климович Цой. Я директор Санкт-Петербургской гимназии святого преподобного Амвросия Оптинского. Мы с вами находимся у здания Воздвиженского мужского училища. История этого здания связана с реформами Екатерины II. Замечательно, что здание, которое мы приспосабливаем под гимназию Амвросия Оптинского, изначально предназначалось и было построено как городское училище еще в конце 18 века. В 2019 году данное здание было передано правительством Санкт-Петербурга для размещения в нем православной гимназии. Мы возвращаем здание его первоначальное предназначение. По уставу этих училищ они должны были располагаться при храмах и свое название они брали от тех храмов, близ которых они были построены. Новое здание гимназии находится на территории исторического памятника Крестовозвиженского казачьего собора. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге сохранилось только два таких здания. Одно из них вы видите сейчас за моей спиной, другое, его брат-близнец, сохранился на Васильевском острове вблизи Андреевского собора. Здание очень удобно расположено в самом центре города, в трех минутах от станции метро «Обводный канал» на Лиговском проспекте. Своим двором примыкает к двору прихода замечательным сквером, в котором дети могут гулять и заниматься физкультурой. Территория закрыта, обособлена. Наша гимназия насчитывает не такое большое количество лет, как Воздвиженское мужское училище. Наша история начинается в 2011 году. Она в ужасе из дружного коллектива воскресной школы, который перерос в детский сад, и мы не захотели расставаться. Так все сдружились и с помощью Божьей, и при поддержке подворья «Обтяной пустыни» образовалась наша гимназия. Ну, это все так домашнее, все такое свое, родное. На сегодняшний день в нашей гимназии учатся 90 детей. Учительская любовь такая, теплота и уважение и к учителям, и к ученикам. Мы поняли, что проблемы в обществе возникают не столько из-за недостатка образования, сколько из-за недостатка духовно-нравственного воспитания детей. Мне нравится приходить в школу из-за интересных уроков, из-за интересного преподавания и теплых отношений между учителями, учениками. И правильное преподавание, правильное, доброе воспитание. И поэтому целью нашей гимназии было создание, насколько это возможно, гармоничной личности. Мне нравятся все предметы, и у меня есть лучший друг в игре. Православное образование встроено в возрождение духовно-нравственного воспитания и образования в России. Наши детки обучаются не просто получая какие-то знания, обучаются главной науке жизни, правильно жить в этом мире, который усложняется с каждым годом. И закладываются правильные духовные основы. Наши проблемы и чаяния оказалось, что разделяют многие родители, которые тоже переживают из-за своих детей и из-за будущей нашей страны. Больше всего мне в этой школе нравится по сходку. Поэтому количество желающих учиться у нас сейчас выросло в такие размеры, что мы не можем принять многих детей, поскольку 12 человек – это самое большое количество, которое может сидеть в классе из-за недостатка площади. В здании на 15-й линии Васильевского острова мы занимаем только часть помещений. Это четверть помещений на втором и третьем этаже и половина этажа на первом. В здании на Лиговском проспекте площадь помещения будет в 2-3 раза больше, что позволит нам разместить всех желающих. Как раз отрицательное явление, которое сейчас нас сдерживает, оно является показателем положительности развития нашей гимназии. То есть нам уже не хватает стен и той площади, в которых мы сейчас находимся. Музыка Музыка Здание будущей школы находится сейчас в ужасном состоянии. Для его восстановления и приспособления под нужды гимназии требуется большая сумма – порядка 50-70 миллионов рублей. Музыка У нас осталось не так много времени для того, чтобы сделать правильное вложение, ну, выражаясь современным языком, инвестировать в наших детей, в наше будущее. Там веселее. В этом здании предусмотрено все необходимое для функционирования 11 классов гимназии. Там светлее. Планы, конечно, грандиозные. Помимо учебного процесса здесь предполагается развитие таких интересных дел, как хоровая студия и многие прочие дополнительные занятия могли бы проходить в стенах этой православной школы. Здесь будет даже физкультурный зал, столовое помещение для занятий трудом и рисованием. Там лучше. Мы надеемся, что обретем с Божьей помощью ваше участие в этом деле, в том, чтобы восстановить это все, привести в благой вид. Мы обращаемся с просьбой ко всем неравнодушным и людям доброй воли. Мы будем рады вашей помощи и вашему участию в этом проекте. Так хочется вырастить, воспитать как можно больше детей, которые бы стали надежной опорой для нашего государства, для нашего Отечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова